У нас произошел фактически раскол в региональном отделении КПРФ. Началось все с чего? Началось с голосования Старопольской городской думы. У нас была фракция, которая насчитывала 8 человек, 8 депутатов-коммунистов. Оказался виноват Кравченко, как руководитель фракции, за то, что допустил вот такую ситуацию, фактически, когда 4 человека проголосовали за, а 4 против. Значит, сначала отстранили меня. И там по уставу предполагалось избрать секретаря, ну как нового секретаря. Кандидатуру не внесли, покуда искали, а потом нашли. А когда начали прорабатывать, увидели, что большинство коммунистов не поддерживали. Распустили Горков. Горков, то есть выборный орган коллегиальный. Чем я здесь недоволен? И что мы им высказываем? Вы пришлите комиссию, которая бы посетила, встретилась с нами, как с заявителями, и нам сказала о результатах проекта. А мы бы сказали, правильно или нет. Казалось бы, оппозиционная партия, да, она должна, ну, уж на письма, на обращение своих коммунистов реагировать. Мы направляли по ситуации, которая у нас в Тавропольском крае сложилась, ну, десятки просто телеграмм, писем от рядовых коммунистов, от выборных, партийных органов. У нас пленум городского комитета принимал решение, обращался в адрес Геннадия Андреевича Зюганова. Понимаете, ноль, никакой реакции. Ни ответа, ни привета. После того, значит, как начали трамбовать, я иного слова не могу подорвать, Кравченко, и увидели, что городской комитет КПРФ становится на его защиту, Бюро Краевого комитета во главе с Гончаровым принимает решение распустить городской комитет КПРФ. Вот, начались массовые исключения из партии. Меня исключили из партии, в том числе Олега Соколова. Исключили из партии, мы подали апелляцию, я ездил в ЦКРК, восстановили. Мы приехали, опять начали что-то копать, опять это поднимать, и мне товарищи говорят, уходи. Уходи, иначе исключат, потом никогда не откросятся. Я написал заявление, оно в интернете там есть, и ушел. Тут вот такие приемы были. Объезжали каждого, причем давали, во-первых, ложную информацию о том же Кравченко. Я ушел ведь почему? Я ушел потому, что не увидел. Я не увидел возможности. Если бы я видел возможность борьбы и преодоления, я бы остался. Когда вот эта ситуация фактически достигла пика, у нас больше 120 коммунистов написали обращение. Это треть городского отделения партии. Они обратились к Геннадию Андреевичу Зюганову вмешаться в ситуацию. Прекратите сутяжничать, был ответ. И все. То есть он не хочет ни вдекать, ни читать. Ну, не сумели мы как-то добиться, чтобы и в Центральном комитете просмотрели бы этот вопрос объективной коллеги. Потому что те, кто приезжал, так просто я не буду так, конечно, конкретно, потому что там я не присутствовал, когда он докладывал. Они искажали, на мой взгляд, то положение действительно, которое, вот скажем, в организации связано. Конечно, Геннадий Андреевич, если бы считал нужным, он бы вмешивался в те ситуации, которые у нас сегодня возникают, то в одном регионе, то в другом регионе, в региональных партийных организациях. Он не считает, нужно вмешиваться, потому что его все устраивает. Видать, что оно в чем? Он многие вопросы решает помимо коллеги Альбеков. Он сначала решает, а потом они штампуют, значит. Ну, это опять же делает президент. Я считаю, что очень многое сегодня президент ЦК в этом плане, в кадровых делах, не объективно оценивается. Не объективно оценивается. А поскольку они, ну, представляют для него себя преданные ему кадры, он не может о них оторваться от этих кадров. Сидят там в Думе годами, вот, заявляют, что они оппозиция, ни за что не отвечают, на власть не претендуют, в последнее время занимаются торговлей, значит, депутатскими мандатами. Все довольны, получается. Поэтому нет у людей доверия, люди же видят это. А люди ведь чувствуют отсутствие вот этих реальных действий каких-то. Сколько он раз говорил, что мы выведем на улице, мы не выявили. У нас в крае, значит, осуществлен рейдерский захват партийного отделения. Это можно судить по партийным спискам, вот, на этих выборах, где нет ни одного рабочего, там, единицы каких-то специалистов, понимаете. А все первые места, первые места в списке, там сплошь предпринимателей. Проблема КПРФ, она не претендует на власть. Она довольна, КПРФ довольна своей ролью. Ролью вот такой оппозиции. Ролью, значит, набирать до 20, там, процентов голосов. Значит, иметь фракцию в Государственной Думе. Значит, в последнее время возникла тенденция, что в эту фракцию стали набирать людей по принципу, значит, толщины кошелька. Здесь, на места, многие поняли, что вкладывать денежные средства в КПРФ гораздо выгоднее. Норма прибыли гораздо выше, я имею в виду и прямую прибыль, и политическую прибыль. Не жили, значит, другие структуры, другие партии. Сегодня подменены уставные принципы. Фактически, Центральный комитет во главе с Зюгановым подбирает все уставные нормы. То есть, нет, для них нет ни устава, для них на самом деле нет ни программы. Есть только личный интерес. В партии не демократический централизм, а бюрократический. Причем бюрократический, по-моему, посильнее, наверное, чем в Брежневом. Я нахожусь среди тех, что сегодня надо, так сказать, уже нам думать и о смене лидера. У него есть преданный ему, одобряющий, значит, все фактически его решения и его окружение люди. Вот, ему, я же говорю, не нужны критически мыслящие люди. То есть, он не заинтересован, а зачем? Пока люди будут голосовать за КПРФ, никакого очищения КПРФ не будет. Сегодня такая ситуация в ЦК, когда там подобраны люди, которые заглядывают в Родзюганов. То есть, это фактически все его окружение. Сегодня кандидаты в депутаты все его окружение. Это пресс-секретарь, спичрайтер, его охранник. Они все идут кандидатами в депутаты, причем возглавляют региональные группы. Что у нас в регионе? В регионе в значительной степени коммерциализации. Партия превращается в партию братьев. Осталось одно название, и идет эксплуатация просто ностальгии по Советскому Союзу. Эксплуатация символов коммунистических, серпа и молота, знамени красного. Мы сейчас тоже создали союз коммунистов Ставрополя. Почему мы это сделали? Мы так и написали в ЦК. Да, мы в знак протеста, что сегодня нелегитим совершенно горком, что сегодня такие гонения есть на коммунистов здесь у нас, и то, что ЦК не поддержал. Мы в знак протеста оставляем КПРФ.